На традиционном совещании в Звенигороде вопросы здравоохранения стали основными. Только за последний год по программе губернатора был почти полностью обновлен автопарк скорой медицинской помощи. Каждая бригада оснащена специальными планшетами, которые значительно упрощают работу. Дает возможность просмотра информации о пациенте в режиме онлайн, передачи информации об обслуживании вызова в режиме онлайн, заполнение электронной карты вызова, то есть не вручном режиме, взаимодействие с отделом специализации областной скорой медицинской помощи. В период обострения коронавирусной инфекции скорая помощь ежедневно принимала около 400 вызовов. Несмотря на колоссальную нагрузку, работала бесперебойно. Во многом благодаря профессионализму диспетчеров. Экстренные вызовы – это в первую очередь вызовы, связанные с угрозой жизни, с болезнью детей. Поэтому здесь максимально сокращенный регламент и время подъезда, время подскока бригады и скорой помощи. Неотложные вызовы также диспетчерская служба определяет. То есть у нас здесь есть и скорая неотложная помощь, и есть с поликлинического звена неотложная помощь. Хорошие темпы вакцинации позволили значительно снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией. С 1 августа прекратил свою работу госпиталь в парке «Патриот». 3, 10 и 24 июля были проведены массовые вакцинации на центральном стадионе города Одинцова. 31 июля были дополнительные кабинеты, открытые в Одинцовской областной больнице. При вакцинации на стадионах работало по 7 бригад. И эти массовые мероприятия, во-первых, дали жителям возможность как можно быстрее исполнить свои желания по вакцинации. Вакцинация жителей продолжается. В 22 пунктах, работающих в округе, бесплатную прививку от коронавируса могут сделать все желающие. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.